Да, да, включился он. Так. Да, я поступил. О, вижу. Перерубил? Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот. Так, сразу предупреждаю. У нас все записывается. У вас претензий нет, что будет в интернет выставлено? Нет. Никаких претензий ни на одну, как говорится, запись. Потому что если вот сейчас один зашел, я даже не знаю, откуда он. Ну, перед этим вот. Он, я что-то начал сомневаться записывать, я его выключил, и там конец, больше он не будет здесь. Если разговор записывается, вы не против, что это будет выставлено в интернете? Ну, я бы не хотел пока это. Так, разговора тогда не получится. Все пока, до свидания. Мне зачем это надо? У нас, если человек чего-то боится, у него, значит, там темно за спиной. Мы верующие, у нас знаем, что Бог все за нас знает. Говорим хорошее, не против государства, не против Бога. Так, ну вот, познакомились поближе. Я вам сейчас ответил, там получили ответ? Да, да. Я, надо было с вами додуматься, что в церкви еще не было Христовой, тогда и не было еще закона по поводу Христики. Поэтому закон Христов до ее возникновения просто надо отодвинуть. А остальное в это не надо... А остальное по коридору... А остальное не надо раньше времени судить. А как они туземцы, как спасались, это не вопрос... Зачем праздный вопрос? Я могу спастись или нет? Могу я без церкви спастись, где нет священства? Вот и все. А этот вопрос мы разрешили, мы православные. Этим сказано все. Хорошо. И еще вопросы у меня есть. Вот книга Иова. Да. 22 глава, 2-й, 3-й стих. Да. Сейчас я ищу ее. Вы живете-то где? Какой город? Город Борисполь. Он далеко от Киева? Борисполь. А от Киева сколько километров? 16 километров. А-а. 16 километров. Понятно. Ну ладно, считайте, что там у Иова написано. Вот, значит, приходят к Киеву его друзья, так сказать, бывшие, может, или настоящие, и видят, что вот он страдает, они ждут, смотрят на него, что-то не то с ним. И начинают его, что ли, осуждать, говорить ему, что все-таки тебе по делам достались эти все наказания. И вот тут идет, как бы, диалог в этой книге. И вот они говорят ему, разве может человек доставлять пользу Богу, разумный доставляет пользу себе самому? Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь в пути твоей непорочности? То есть, мы знаем, что все Писание благодохновенно, но, тем не менее, не все можно из Писания использовать. Вот так, сидите назад, голову. Слава благодохновения. Голову, Никита, назад, отклони голову. Назад, вот так, больше ближе не приближайся, а то голова уползает вниз. Вот, говори так. Вот так. И вот иудеи, иудеи называли Христа и пьяницей, и друзьями, друг другом грешников, мы с этого не помним. Но эти слова, они за нас идут богодохновенные, правильно? Это была клевета на Христа. Понятно. И так и эти друзья-то были. А они сколько плели, поэтому от них жертву Бог даже не принял. Говорит, пусть за вас Йов помолится в конце. То есть, они говорили, что тебя Бог наказал, еще мало наказал, тебе еще больше надо было. Да, но вот этих, они много и правильно вроде как говорили, его друзья. Говорили, что Господь вот, он силь, силен, и кто может доставить ему пользу. То есть, они говорили много вроде как правильно. Ну, корректно ли использовать слова вот этих друзей его, так называемых, ну, как слова наставления? Вот я бы был в аптистах, потому что дали мне такую книжечку. Не знаю, не можем, не можем, но все-таки мы должны обращать внимание на все. Что-то в этом было сокрыто. Это уже более глубинное рассуждение. А какую пользу Богу от того, что я праведный? Да, действительно, это так. Это действительно, ну, я праведный, я праведный для себя, праведный, у меня соседи хорошие, с женой порядок. И вот, ну, оставить это как эпиграфом куда-то, это только в ироническом смысле, быть может. Ну, надо на все смотреть в глаза этих людей. Я, ну, ихние слова его друзей мы не будем использовать, как бы. Мы даже, чтобы они были правильные, именно не корректно. Это человек бессмысла. Там написано прямо, кто сея, помращающий провидение Божие? Чем заканчивается? То есть, они судили со своего понимания. Так они видели, что Бог наказывает грешника, а праведника милует. А что Бог наказывает человека, он слепорожденно рождается, они отец снимать не согрешили. А они этого не понимали. А апостолы так рассуждали вначале, как они, а кто согрешил, он или родители? Не он, не родители. А почему слепой? Чтобы на нем дела Божие явились. Они об этом и не слыхали. И наивой Бог показал, какой он хороший, какой крепкий, как Бога любит. Он ободрал все тело, сатана лгал. А попробуй коснись, а будет ли славить, а попробуй, чтобы кожа за кожу. То есть, он кожу ему содрал, сидел черепком, когда скреб, говорит, и ребра проскреб. Но изнутри, златоуст, говорит, засияло солнце любви, и дьявол ослеплен и закрыл руки и убежал. И больше уже не пришел. Вот как надо понимать. Хорошо, еще только вопрос у меня. Я связывался с разными священниками, просто для интереса находил в интернете. Хотелось с ними пообщаться, просто как со священнослужителями. И среди них были парни от моего возраста, мне 26. Был один даже 25, я еромонарх. У меня, как начать разговор, я у них спрашивал. Ну, чтобы не лукай, я говорю сразу, ну, как вы относитесь к 6-му Стиренскому собору, 14-е правило, что не раньше 30 лет должен быть рукоположен в освященнике. Они мне отвечали каждый раз, что есть принцип экономии. Один даже написал не экономии, а экономии. Экономии. Ну, в общем, откуда взялось эта экономия? Вот пытаясь найти в интернете, нашел немного пока вообще. Что он где вспоминается, послание по апостолу Павла, греческий язык, экономия. Можно ли эту экономию вообще, как к ней относиться? Что это такое? Такое вот облегчение правил. Они просто, он говорит, меня рукополагал митрополит Владимир, то есть учить экономическое право. То есть он ко мне так очень возвышенно обращался, хотя даже младше меня на год, мне 26, ему 25. Но он иеромонавт, он говорит, меня рукополагал митрополит Владимир, и почему это принцип экономии? Где эта экономия? Где можно по ней найти информацию? Это не принцип экономии, а признак безумия. Потому что любое правило, которое дается нам, оно не имеет под собой объяснения, а просто сказанное, и все, не пропускать 2-3 воскресных богослужения без уважительной причины. А здесь то правило, которое говорит, ибо их Господь наш Христос вышел на проповедь не раньше 30-ти. Отсюда вывод, тех, кого рукополагает раньше, вместе с Владимиром-то, это беззаконники, надменные люди, которые ставят себя выше Господа Бога Иисуса Христа. Вот и все. Они должны быть извергнуты. Другого нету, ничего. Да будет извержен. А 6-й Вселенский Собор, это же не 2 епископа было, а намного больше. Речь идет... Я ему так и написал, говорю, придется... Он говорит, ну, вы немного на себя берете, что вы мне таки воздаете вопросы, чтобы мне перед вами отвечать. Я говорю, ну, вы не передо мной будете отвечать на Страшном Суде, а перед епископами вот этими, которые это правило поставили. Ну, скажи, я не буду говорить. Вы просто возьмите книгу правил, молча разогните ее, молча покажите 6-й Вселенский Собор и скажи, как, признаешь? А дальше покажи 14-15 правила. Не говори, скажи, ты вот на этот вопрос отвечай. Я не буду слова говорить ни одного, только прочитай глазами и ответь. Куда ты попадаешь? Ты изверженный. Изверженный. Вместе с Владимиром, со своим. Если ты православный, конечно. А если ты еретик, тебе разницы нет. Если ты еретик, тебе ничего не надо, ни одного правила. Я ищу священника, который мог бы моей матью полное погружение это крестить. Нема свидетелей по 6-му Вселенскому Собору в 84-м правилу. Вот я, ну, где только возможно, пытаюсь связаться с ним и узнать, есть ли у них купеи или баптисты, которые могут полное погружение это крестить. И вот я вот с ними связываюсь. Но крестить-то он может все равно-то, правильно? А вот с моей стороны правильно ли будет, что я знаю, что он должен быть извержен? Я могу ли прийти к нему, например, креститься к нему? Он-то имеет силу, силу имеет, что в божественном у меня креститься. Но пока... Имеет. Но тем не менее, он как бы извержен. Я пока не знаю ни одного случая, чтобы моченого священник крестил, а его извергли. Ни одного случая не знаю. Только разговор один. А ты посмотри, когда войну воевали-то. Какая-нибудь возвышенность, вершина или называется еще как-то, холм, его завоевать идут, убивают их там, а они лезут и лезут, пока не захватят. А тут чуть-чуть только сказали, ой, отлучат, ой, от причастия отлучат. Чего ты трясешься? Богосподь не сказал, что если беззаконник тебе не даст причастия, причастится тело и крови Христовы, а тебя Господь не примет. Это на нем грех. Вы никогда не смотрите, что они говорят. Сразу от него отступись. А он воюет против Вселенской Церкви. Он не православный. И все на этом. Ты ему покажи печать с клеймом. Кто он такой? Это Вселенский Собор. А второе правило этого же Вселенского Собора говорит, изрекли эти правила трубы, трубы Духа Святого. Это беззаконники. Они в беззаконнике, в беззаконии сошлись, и архиерей такой же, некрещеный. Это все там Украина принесла нам беду. А католичные сплошь и рядом все. Эти униаты. От католиков набрались это. Сегодня показывали по телевидению месту рождественскую в Риме. Показывали по телевидению рождественскую месту. Католики служили месту в огромном соборе Петра, по-моему. Да, мы были на счетах. Были на счетах мы у них. Мы были в Риме. У этого... Они тоже идут... Так что? Они тоже идут священники с чашами и с причастием. И тоже причащают, как у нас тоже. Народу тысячи. Они идут и все подряд люди проходят, причащают их. Ну, как у нас, одно и то же. Ну, их священники католические тоже причащаются к другому. Но у нас этого нету. У нас с вечера идут на исповедь. По одному заходят в комнату исповедальня. А на завтра причащаются. И со стороны никто не причащится, пока батюшка не будет знать, что он крещен в полное погружение. Которые не в полное погружение у нас причащаться не могут. Они будут выходить соглашенными. Вот и все. Еще вопрос. Апостол Павел конкретно пишет в послании к Коринфянам, что для мужчины это бесчесть, если он растит волосы. Да. И в толковании объясняется, почему так. Ему дана от Бога такая харизма, такая власть, что он выше женщины, выше детей, и он должен пороченствовать и молиться с непокрытой головой. Если отпускают себе волосы, то тем самым он как бы забирает, отнимает у себя это преимущество. Потому что женщины обычно растят волосы длинные, они как вместо покрывала им служат. Но я-то буду добавить. Не надо никаких рассуждений. Сказаны все. Исполняя. А это вот идти в такие дни, какая причина? Да, да. А весь Солом знаем, что он стриг у себя волосы, там состригал, сколько там весело кудов-то у него. В Верхнем Завете это не так строго рассматривалось? Это она к нам никакого отношения не имеет совершенно. Я никогда в эти разговоры не захожу. А тогда начинают, а вот в раскопках, а вот наедено, вот на статуе. Мне это никакой пользы не дает. Никакой. Мне только одно нужно. Родиться свыше и жить в Духе Святом. С любой. Все. Ну вот Апостол Павел говорит, что я, чтобы не соблазнять брата, не буду есть мясо, не пить вина. Ну да. Никогда. То есть, чтобы никакого притакания не было, Апостол Павел говорит, я буду работать своими руками, бесплатно буду вам благодействовать и буду воздерживаться от пищи, чтобы не было никакого соблазна. Да. Да, именно. Но вот священники, вот эта мода появилась волоса-то отращивать. Почему не все это волосы стригуются, священники? Я думаю, все-таки это много значит. Когда они смотрят вокруг, рукополагают, а главное, это не веря в Слово Божие и страх Божий укороченный. Никакой нет роли, там то другое. Я не видел у патриарха Кирилла, то у него волосы короткие? Короткие. Ну вот и все. У него там короткие, можно сказать, да. По плечам они не сыпятся у него. Нет, нет. Это для мужчины есть бесчестие. И почему, и что, не надо ничего говорить. Бог сказал, и на этом все. Мне не надо рассуждать, мне надо выполнять. Вот, а как вы думаете начинать? Я говорю, а мне думать не надо. Церковь объявилась в среду и пятницу постными днями. Объявила, когда я это принимаю, я послушаю щадо церкви. И мне это приятно. А вот я смотрел недавно ролик ваш, старый ролик, когда к вам пришел Василий, который бороду свою попортил, а потом вернулся обратно к вам. И вы все рядом с ним начали у него спрашивать, опять же, почему так было, почему он вернулся, почему уходил. Вы говорили, что как тяжело общину собрать, вот у вас 15 человек, вы с каждым работали очень сильно. Что-то такое дело довольно серьезное. Я вот я тоже, я думал, я как какой-то кружок по изучению Библии. Мне тоже захотелось духовного общения. Вот я давно купил, у меня тоже толкование есть. Ты меня видишь, нет? Вижу. А Володя подойдет, снимает, Володя Паченко. А то, если приедешь, вот, и у нас, сейчас я скажу, это твой друг и товарищ будет. Вот он. Мертиев, брат. Вот. Сколько тебе, Володя, лет? 36. У меня, я чуть меньше, я чуть моложе, мне 26. На 10-й. Вот так. Ну вот, видишь, какая оборотка, все, у нас даже, у нас вообще вопрос не поднимается, не положим, все, а бороду там был один глухонимый подстриг, и пока не отросла, он стоял с оглашенными. А в чем вопрос? Мне так нравится, она такая борода красивая, наоборот, вообще, как, что ее трогать-то? Растет себе хорошая борода. Ну, видите, нравится, не нравится, значит, ты ее сбреешь. Дело в том, что в основе должно стоять повеление Божие. Да. Повеление Божие, и все, поэтому для меня ни жена, ни дети, ни соседи, никто ничего не значит. Бог мой сказал, и все вопросы сняты. Я православный, я православный, и поэтому мне не надо задавать ни о посте, ни о разных правилах, какие они у меня прописаны. Мне надо исполнять, а не рассуждать. А что ты сам не думаешь? А зачем думать? Уже все за меня обдумали. Я обязан выполнять все. Так, еще вопросы есть? Вопросы. Так, что сейчас... Ну, я, блин, чувствую вас, судя по символу, в 10 часов вечера уже. Зря позвонили, конечно. Да, у нас уже сейчас сколько? 10? Да. Уже к 10 подходит. Так. Это, значит, 20, да, 10 часов. Ну, тогда все. Давай, до следующего раза. Добро, добро. У нас через месяц или где набери хорошие вопросы, которые трудно разрешить. И тогда мы побеседуем. Все, во славу Божию. Спасибо. Готовься. Отходи, давай, отвечай. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok